Здравствуйте, уважаемые красноярцы! На предстоящей неделе на выходных мы ожидаем переменную температуру от минус 5 ночью до плюс 5 днём. Во вторник-средом мы ожидаем повышение до плюс 8 днём, а в среду-четверг-пятницу ещё выше. Вместе с тем, суббота до вторника ожидается усиление ветра с прорывом до 15-20 метров в секунду. А в субботу и воскресенье мы ожидаем мокрый снег. Со седы мы ожидаем штиль, туман, повышенное загрязнение атмосферы. В утренние часы на автодорогах сохранится сильный гололёд. Будьте осторожны, как водители, так и пешеходы. Только за одну неделю в трампунте Красноярска поступило более 30 человек, получивших травмы из-за гололёда. Уважаемые красноярцы! В ближайшие выходные, 28-29 марта, мы ожидаем сильный магнитный будет до 7-8 вала включительно. В следующем месяце, апрель, начнёмся сильного геомагнитного возмущения на Солнце. По мощности он будет достигать 8 баллов. Советуем метеочувствительным людям и людям с хроническими заболеваниями позаботиться о своём самочувствии. Водители предупреждаем о снижении внимания, появлении неоправданной агрессии. Из-за тёплой погоды многие владельцы начали замену зимней резины на летнюю. Предупреждаем, пока это делать рано. Если даже днём тепло, вечером могут прийти заморозки, дорога покроется ледяной коркой и заново летней резины будет опасной. Уважаемые красноярцы, сообщаем, что в крае ухудшается пожарная обстановка. В конце марта пожарные уже 25 раз выезжали на тушение палов травы, из них в Красноярске 8 раз. Площадь пожаров достигает до 50 тысяч квадратных метров. В связи с ожидающей тёплой и ветреной погодой обращаемся ко всем. Не выжигайте траву, не разводите костры, не бросайте горячие от спички непотушенные курки на землю. Сухая трава быстро вспыхивает. При сильном ветре огонь перерасывается на заборы, девяные постойки, жилые дома. Так, например, в Хакасии уже в этом году произошёл обширный степной пожар до 40 тысяч гектаров площади. А в Берёзовском районе, в населённом пункте Берёзовка, привет и огонь перешёл на жилые и надворные постройки двух домов. Если вы стали очевидцем пожогов травы или действующего природного пожара, звоните по телефону, он у вас на экране, и сообщите об этом. Уважаемый Красноярск, информируем. В Крае продолжает закрываться ледовые переправы. Только в средние сутки на прошедшие недели их закрылось сразу четыре. Сейчас действующих переправов осталось 107, все на севере. Автомобилистам рекомендуется уточнять состояние переправ по телефону, он у вас на экране. Во избежание провала под лёд пользуются только официально открытыми переправами. Все переправы в центральных районах Края закрыты. Не пытайтесь выехать на лёд, это опасно. На этой неделе в Краснотуранском районе автомобиль из Хакасии провалился под лёд. Трёх жителей Хакасии удалось спасти. Предупреждаем, сотрудники МЧС совместно с полицией будут дежурить на специально организованных контрольных постах в Новосёлах, Девногорске, Красноярском, Березовском водохранилище, а также на других водных объектах. Ну и предупреждение родителям, не оставляйте без предупреждения детей во время весенних каникул и оставшихся выходных. Напомните им правила безопасности. На Баканской протоке 4 год назад спасатели предотвратили возможный провал детей под лёд. А в этом году двое провалившихся под лёд ребёнка были спасены в Мельсинском районе. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания.